Итак, перестрелка со смертельным исходом в Держинске. Там уставший после ночной смены водитель скорой ружьем успокоил и разгулявшуюся компанию. Владимир Рогов вернулся домой, отработав смену за рулем. Но отдохнуть ему помешала компания мужчин, выпивавших во дворе. Так как слова не подействовали, он схватился за оружие и открыл огонь. Или попал, с такой дави, не промахнулся. Как он из дома шел таким ружьем, вы понимаете. Это как это? Он, наверное, не изъявил Украину. С патронтажем и с двустволкой. Так, давайте разговаривать либо со мной, либо с кем-то. Хотите со мной разговаривать? Я вам скажу, кто где что, куда и почему. Здесь всю ночь пьют. Вот здесь. Всю ночь пьют, там всю ночь пьют оружие. И ни одна милиция сюда не приезжает. И бесполезно ее вызывать. Что-то они его пивали тут, а как уж они тут подошли. Мы только хлопок слышали и все. Мы шли, он уже выстрелил. И мы подошли и его обезвижили. Ему не понравилось то, что они шумели. Сделал нам извечание, на что, как говорится, они не отреагировали. Обвиняемый взял ружье, вышел снова во двор, произвел выстрел, извиняющийся в семье охотничьего ружья. Он выстрелил прямо в живот. Целенаправленности целился. Из папы достали 50 дробин. У нас там постоянно собиралась стая мужчин, которые выпивали. Это не нравилось не только ему, не нравилось вообще всему подъезду. Мы состояли с нашим родственником. Тихо, спокойно. В зале была бутылочка у них спиртного. С ночи он пришел. Может быть, спал как раз. И вот это вот все, под окнами все это творилось. Ну, конечно, за ружье хвататься – это страх. Они увидели его, когда уже он направил ружье. Папа спокойно, так как человек, как я уже говорил, неконфликтный, сказал, что тихо-тихо, мы сейчас уйдем. Он грубо сказал, что вы никуда не уйдете, и произвел выстрел. Папа успел только сказать, видимо, в шоке, что ты дурак, что ли, и упал замертво. Тот, который стрелял, направил ружье сразу же во второго. Тот действительно в испуге спрятался за машину. В этот момент, проходящий мимо два молодых человека, они его не побоялись. С двух сторон его окружили, взломали ему руки и вызвали милицию, скорую помощь. Я так полагаю, что я заберу все равно и назад, наверное. Ключи где-то, в квартире? По нему не было ключей. Не было ключей, нет. Ему все мешали. Он скандальный был, что ли? Да. В своем поведении просто-напросто не надо быть вот и все. Коллеги Владимира Рогова были шокированы произошедшим. Он работает в скорой уже 20 лет. И, как они сообщают, агрессивным поведением никогда не отличался. Ужаснулись просто этому забытию, потому что такого что-то не полагали. Ну, и он такой, говорят, что он такой немножко взрывной человек. Как я его знал, а знал я его не один год, я просто не ожидал вот такого, что он... Он очень добродушный был. Ко всем людям относился очень добр, так ласково. Я не могу даже вот никаких предположений высказать, потому что с ним случилось. В любом случае, сейчас Владимир Рогов задержан. И из-за убийства ему грозит до 15 лет лишения свободы. И из-за убийства ему грозит до 15 лет лишения свободы.